Брестский рынок встречает покупателя в августе роскошным выбором овощей, фруктов и ягод. Продавцы так и манят, расхваливая свой товар и буквально на каждом шагу можно почувствовать аромат из пелого персика, медовой дыни, специй и пряностей. В большом ассортименте и виноград. Представлены несколько сортов винограда. Круглый узбекский, он с косточкой стоит 7,50. Вот этот розовый узбекский тоже 7,50. Мускатный дешевле 6,50. И узбекский такой тоже с косточкой, очень полезный, по 9 рублей. Рекомендую кушать узбекские винограды, потому что это сезонный товар, который очень быстро пройдет и будем возвращаться к турецкому, кушать его полгода. В это время настоящий изобилие нектаринов, персиков, слив и абрикосов. Их можно купить от 5 до 9 рублей за килограмм. В зависимости от страны происхождения и размеров. Яблоки в среднем от 2 до 3 рублей, груши от 3 до 8. Вы будете приятно удивлены, увидев продажу клубнику по 5,5 рублей за кило. А ведь именно поздняя клубника отличается невероятным вкусом и сладостью. Перед тем, как попасть на прилавки, вся продукция проходит строгий контроль качества. Сейчас сезон овощей, фруктов, поэтому на рынке очень разнообразие всего. Индивидуальные предприниматели у нас продают и дыни, и арбузы, и персики, и абрикосы. У них продукция поступает уже проверенная с удостоверением качества. Также физические лица торгуют, мы их более тщательно проверяем. Это на органолептику, нитраты и радионуклиды. Каждый день у нас экспертиз получается примерно более 100. Безопасность на первом месте, но не менее важен и вкус. Брестский рынок покупатели выбирают еще и потому, что продукцию можно попробовать перед покупкой. На рынке большой плюс в том, что предлагают попробовать и можно выбрать на свой вкус. На рынке покупаю, бываю каждые выходные, постоянно покупаем. Здесь нравится то, что много фермеров представляют свою продукцию, выращенную в огородах. Бабульки всякие продают часто, потому что она более натуральная. Очень большой выбор, можно походить, поискать подешевле, по качеству не покрупнее. Проверены по всем параметрам и бахчевые культуры. Сезон медовых дынь и сахарных арбузов в разгаре. Дыня торпеда продается по 4 рубля за килограмм. Полакомиться сочным спелым арбузом куда дешевле. За кило просят полтора рубля. Арбуз и дыня – невзаимозаменяемые продукты. У каждого из них своя ценность. Например, в дыне содержится много кремния, которое улучшает структуру кожи и волос. А вот в арбузе много фолиевой кислоты и железа. Но разница в цене, по словам продавцов, объясняется очень просто. Дыню везут издалека, поэтому на ее стоимость существенно влияют транспортные расходы. Что выбрать – арбуз или дыню – зависит от вкусовых предпочтений. Но извечный вопрос, как это сделать, волнует каждого. Дыня выбирается, если конкретно говорить об этом сорте, то выбирается она исключительно, в первую очередь, по внешнему виду. Чем гуще сетка, вот как в этой дыне будет, тем слаще и сахарная мякоть. В таких дынях тоже сладкая мякоть, но менее сахарная. Больше такая водянистая будет. А по запаху этот сорт, он бывает обманчив, поэтому больше запах подходит дыне колхозницы, чем торпеды. А есть сорта, вообще не имеющие запаха от природы. А что касается арбуза? Часто арбуз. Ну, арбуз – это все зависит исключительно от партии. Какая партия? Одна может быть звонкая, другая поглуше. Ну и как бы всегда, если люди, конечно, у нас не очень доверчивые, но иногда лучше довериться продавцу, чем интернету. Потому что цвет пятна не соответствует в этом сорте. Он белее, в другом сорте будет он желтее. Это все зависит от цвета шкуры, а цвет шкуры только от сорта. Дыня шуршавая должна быть, чтобы она чем помягче, чем посочнее. А арбуза должна, когда получаешь для начала сезона, она должна быть тупим, чтобы она зрела была. Когда заканчивается, должна звончим, чтобы она рыхлой не была. В любом случае у каждого продавца есть свои маленькие секреты. А поделятся они ими, если только вы сами придете на рынок.